Штаб студенческих отрядов набережных Челнов признан лучшим в Татарстане. Ребята из Автограда стали победителями в одной из номинаций республиканского конкурса «Лучший студенческий отряд-2019». Съемочная группа «Челны-24» встретилась с молодыми людьми и выяснила, что из себя представляют трудовые отряды и чем они занимаются. Студенческие отряды Челнов-руля! Студенты-победители вернулись в Автоград и сразу принялись за дело. Сейчас в штабе идет подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. Активность студентов при проведении мероприятий напрямую влияет на результат конкурса студентов. Поэтому челнинцы не расслабляются, ведь останавливаться на достигнутом ребята не намерены. Мы работали на протяжении всего года, ездили на разные мероприятия, на всероссийские объекты, на всероссийские мероприятия. И получилось так, что мы выиграли, и это для нас большое счастье, что мы получили наконец-таки знамя. И это просто нереально круто. Студенческие отряды уже несколько лет помогают молодежи получать опыт. В прошлом году через Центр по трудоустройству молодежи Автограда работу нашли около 1200 человек. Юношам и девушкам предлагают различные вакансии – официант, аниматор, сельхозработник, вожатый в лагере и проводник поезда. Но наибольшей популярностью пользуется работа строителя, ведь в этой отрасли самые высокие зарплаты. Мое направление строительных отрядов дает мне опыт в будущей профессии, и это очень круто. Прошлым летом я ездил на стройку ВСС «Север», которая была в Якутии, и это было очень интересно. Для меня было очень много открытий, несмотря на то, что вы там рассказывали, все равно всего не расскажут. Вот. Было очень интересно. Я так загорелся после этого. Хочу еще, хочу еще, а еще бы остался. Бойцы студотрядов, которые выбрали свое направление, проходят подготовительные курсы, а летом отправятся на целину. Так они называют летний сезон работы. Алексей Гарнышев, Алина Мефтахова, Радик Ганиев, Челны, 24. Радик Гарнышев, Алина Мефтахова, Радик Гарна, 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 Радик Гарна,